Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. В 2000-х годах люди внезапно заболели кроссоверами, а инженеры и маркетологи захотели удовлетворить их интерес. Сразу же начали появляться хэтчбеки, переростки и универсалы-гиганты. Это и называется кроссоверами, а концерн VAG плодил их на одной платформе. В 2005 году дебютировал Audi Q7 – самый длинный представитель развивающегося класса в псевдовнедорожниках. Итак, сегодня мы вам расскажем, стоит ли связываться с этим автомобилем и почему он боится воды. Вы на канале «АвтоСтронг» и мы начинаем. Вот этот гигант длиной более 5 метров и массой далеко за 2 тонны. Это близкие родственники Cayenne и Touareg. Давайте разбираться в его слабых местах, ведь именно об этом наши обзоры, а не о том, какие все машины плохие. Считается, что Audi не ржавеет, но владельцы автомобилей 2000-х годов придерживаются немножко другого мнения. Нельзя слепо верить, что грязь, реагенты, соль, вода никакого урона кузову не приносит. Коррозия развивается глубоко и быстро. Прежде всего, коррозия образуется на задних арках, а именно она идет изнутри арок, вспучивая краску снаружи. Также стоит осмотреть лонжероны и локеры, образующие арку. Коррозия активно развивается под всеми пластиковыми молдингами, а также пороги, которые прикрыты пластиком, превращаются в труху. Поэтому, наверное, лет через пять все эти машины поедут на переварку порогов. А еще коррозия выглядывает из-под резиновых уплотнений в дверных проемах, например, из-под резинового уплотнения, которое находится вот здесь внизу. Также прекрасные условия для появления коррозии есть вот здесь, за передними локерами в пазухах, а также в тазике под лобовым стеклом. В общем, Audi ржавеют и Q7 не исключение. На этих машинах надо прочищать водостоки, которые расположены за локерами передних колес. Клапаны надо сразу убирать, потому что они сильно заужают сечение сливных трубок. Если трубки, то есть дренажи намертво закупорены, то тогда вода начинает скапливаться под пластиковой крышкой в районе вот этой передней левой стойки. И эта вода может повредить штатную сигнализацию, то есть ее ревун, а также блок АБС. Ну а теперь вернемся опять под капот. Так вот, в районе уже в правой стойке находится блок управления, скрытый вот такой вот пластиковой накладкой. Так вот, в блок управления слабового стекла вода попадает под вот эту пластиковую крышку и затем попадает на блок управления в районе воздушного клапана, а оттуда она попадает внутрь блок управления, и блок управления корродирует изнутри. Крышка ЭБУ не герметична. В ней есть вентиляционный клапан-сапун. Воздух должен попадать в ЭБУ, потому что там установлен датчик атмосферного давления. Так вот, часть ЭБУ, которая повернута к моторному щиту с этим сапуном, прикрыта пластиковой накладкой, но и она полностью не спасает от воды. В общем, когда машина начнет глючить, не заводится, то тогда надо принимать меры, потому что блок управления уже пострадал. В некоторых случаях ЭБУ можно отремонтировать. А вообще, что делать, чтобы не сталкиваться с этой проблемой. Некоторые владельцы улучшают дренаж, то есть чтобы вода стекала в трубку, либо же в удлинённый желоб, то есть капала не на ЭБУ, а уходила под него. Также есть решение, как в нашем случае, это смастерить навес. Идеально для этого подходит 5-литровая канистра, которую можно разрезать на две части. Распространённая болячка Audi Q7 – это не работающая трапеция дворников. А причина в том, что в редукторе обламываются зубья шестерни, а также лопается червячная шестерня. А почему? А потому, что присутствует тугое движение трапеции. А это происходит из-за того, что вымывается и высыхает смазка. Поэтому надо превентивно снимать трапецию и смазывать. Реже в трапеции ломается электромотор. Отдельно редуктор от трапеции не продаётся. Вместе с трапецией только и стоит 900 долларов. В продаже есть неоригинальный мотор-редукторы и трапеции целиком. Цена от 140 до 340 долларов. А также бывают случаи разрушения шарниров и тяг трапеции. Для этого идеально подходят ремонтные втулки от автомобиля ВАЗ-2110. Про передние стеклоочистители мы закончили, а теперь перейдём к заднему. Так вот, задний стеклоочиститель частенько выходит из строя, потому что в его моторчик попадает вода. Новый моторчик оригинальный стоит 460 долларов. Не оригинал. Есть в два-три раза дешевле. Audi Q7 с бесключевым доступом могут огорчить тем, что за ночь высаживают аккумулятор. А причина заключается в попадании воды в антенну, либо же на электронную плату. Производитель говорит, что, чтобы решить эту проблему, надо менять ручки в сборе. Но на сегодняшний день есть и китайские антенны, и решения от умельца, вплоть до электронных плат. Очень хорошо, если компоненты ручки будут обновлены и защищены силиконом от влаги. Больное место у Audi Q7 – это трубка кондиционера, проложенная вдоль левого лонжерона за подкрылком. Так вот, в районе переднего хомута эту трубку разъедает коррозия. Тогда весь фреон вытекает, и система кондиционирования уже не холодит. Audi Q7 продавалась с панорамной крышей, но, как обычно, от панорамной крыши больше проблем, нежели пользы. Она скрипит. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо разобрать крышу и перетянуть, и посадить на фиксаторы все резьбовые соединения, а также использовать другие методы по утихомириванию скрипящих деталей. Во-вторых, дренажи панорамной крыши рано или поздно лопнут, и вся грязь из дренажных трубок польется прямо в салон. Об этом скажут намокшие и потемневшие уголки крыши. Мотор-вентилятор системы кондиционирования Audi Q7 служит примерно 5-6 лет. Затем появляется свист, затем появляется невозможность регулировки скорости его работы, а затем он вообще выходит из строя. Причина в износе щеток коллектора. В большинстве случаев это так. Новый вентилятор стоит оригинальный 450 долларов. На рынке есть, естественно, предложение по заменителям, а также есть решение от умельцев, то есть которое заключается в смазке оси и замене щеток. С возрастом у Audi Q7 перестают работать кнопки стеклоподъемников. Естественно, все начинается с пульта на водительской двери. Изначально перестает работать кнопка в автоматическом режиме открытия водительского стекла, а затем она и вовсе срабатывает с третьего раза, а затем и вовсе может перестать работать. Так вот, пульт этот можно заменить на новый, цена его 130 долларов, а также можно заменить на неоригинальный из Китая. Ну что, вы уже отдохнули от проблем, вызванных водой в этом автомобиле? Вот вам еще одна. Если начинает пропадать звук в колонках и начинает глючить система MMI, значит, вода из дренажных трубок попала на усилитель, который находится сзади в багажнике справа под обшивкой. Так вот, если вода сильно повредила усилитель, то есть он сильно намок, то, скорее всего, придется покупать бушный либо новый. А если не сильно, то сушка и пропайка поврежденных контактов может помочь. Ауди Q7 первого поколения оснащались только V-образными моторами и практически у всех у них цепной привод ГРМ сзади. Поэтому, когда доходит дело до замены цепей ГРМ, то приходится опускать двигатель вниз. Вот, а это не дешевое удовольствие. Для начала мы поговорим о дизельных моторах. Самый распространенный и желанный мотор под капотом Audi Q7 – это трехлитровый турбодизель. У этого двигателя много модификаций, но, по сути, это один и тот же мотор с одной турбиной, которая спрятана сзади в развале блока. Этот мотор можно считать миллионником, но на пути к этому пробегу владелец может столкнуться с некоторыми хлопотами. В первую очередь, это вихревые заслонки, которые перестают нормально открываться и закрываться. Тогда двигатель начинает задыхаться, появляется ошибка по системе. Проблема совершенно ординарная. Либо слетает тяга между осью и сервоприводом, либо заклинивает сама ось, а также иногда выходит из строя сервопривод. Как обычно, оригинальных заслонок отдельно от корпуса с частью пускного коллектора не существует, но есть не оригинальные ремкомплекты со всем необходимым, стоимость 110 долларов. Также заслонки можно просто удалить и желательно их отшить из ЭБУ. С лета 2007 по лето 2010 года на самых мощных версиях этого мотора в 240 лошадиных сил, то есть мотор с обозначением C-A-S-A, были случаи, когда ТНВД начинал стругать стружку, и эта стружка разносилась по всей топливной системе. Ремонт топливной системы, то есть сумма по замене всех компонентов в ней и чистка бака, выходила в колоссальную сумму. Эту проблему дилеры решали по гарантии, потому что частенько это случалось в гарантийный период. Стружка появлялась не из-за трения в плунжерах насоса CP4S2, а из-за того, что ролики под плунжерами разворачивались поперёк приводных кулачков. Это случалось после одного заезда на резервном запасе топлива. Если в ТНВД попадали пузырьки воздуха, то кулачки вала могли поддеть ролики плунжеров и развернуть их. К сожалению, никакого стопора от принудительного разворота в ТНВД не было. Тот первоначальный ТНВД меняли на улучшенный и более живучий. Но и старый ТНВД проблем не создает, если не ездить на резервном запасе топлива. Цепи ГРМ у этих моторов расположены со стороны маховика, выхаживают примерно 300 тысяч километров. Если вы не мастер обращаться с диагностическим ПО, то обязательно слушайте цепи, откройте капот, попросите кого-нибудь запустить двигатель. Если вы услышите лязг в момент запуска двигателя, то это верный признак, что надо ехать на замену цепи ГРМ. Трёхлитровый турбодизель не должен дымить ни на холостом ходу, ни при интенсивном ускорении. Чёрный дым говорит об уставших форсунках. Форсунки обычно ходят 300 тысяч километров. Также у турбины хороший ресурс. О проблеме с турбиной говорят запотевший её корпус, а также ошибки по наддуву. Ещё при пробегах в 150 тысяч километров может понадобиться переуплотнение теплообменника в развале блока. Также при пробегах в 300 тысяч километров могут появиться сильные запотевания по кожуху ГРМ, то есть по его крышкам. А также при больших пробегах могут износиться шестерни так называемой дроссельной заслонки. Но их можно поменять на металлические. С весны 2007 года до окончания выпуска первого поколения Audi Q7 был доступен, то есть до 2015 года был доступен двигатель битурбированный V8. Реально его объём 4.1, но в обозначении более солидный 4.2. Этот двигатель вырос из трёхлитрового V6, а проблемы у него и того меньше. То есть запотевание по крышке ГРМ, да, вихревые заслонки. Но не стоит расслабляться и экономить. Менять масло надо каждые 10 тысяч, а то и раньше. В сентябре 2008 года появилась версия Audi Q7 с огромным V12B турбодизелем. Это огромный чугунный агрегат, который выдаёт 1000 Нм крутящего момента. Он вырос из двух трёхлитровых V6. Отдельно отметим, что этот мотор имеет конфигурацию V6, а не Double V6. Очень надёжный и хороший агрегат. Всё сказано про V6 и V8 можно отнести и к нему. Базовый бензиновый двигатель для Audi Q7 обозначается как 3.6 V6 FSI. У блока цилиндров этого двигателя рядом смещённая компоновка VR6. Также есть непосредственный впрыск. Так вот, этот двигатель считается наиболее бесхлопотным. Никаких проблем с прямым впрыском здесь нет. Но вот цепи ГРМ выхаживают примерно 200 тысяч километров. Находятся они сзади. И чтобы их поменять, надо доставать двигатель. На запчасти придётся отдать примерно 600 долларов. Следующий бензиновый двигатель имеет объём 4.2 V8. У этого двигателя непосредственный впрыск, легкосплавный блок и нет чугунных гильз в цилиндрах. Это конструктивно очень хороший и надёжный двигатель. Но если его правильно обслуживать, он пройдёт и 500 тысяч километров. Цепи ГРМ, кстати, у него находятся сзади. Однако на практике 90% этих моторов погибли и лишь немногие были качественно вылечены от задиров. А задиры появляются из-за перегретых поршней. А перегрев поршня получается из-за нарушения распыления топлива форсунками. Так вот, перегреваются несколько поршней, не все. И начинают натирать стенки цилиндров. Чтобы решить эту проблему, надо гильзовать блок. А прогильзовать тонкостенный блок не каждый сможет. Также бывают ещё случаи проворачивания шатунных вкладышей. Но это происходит на моторах, у которых обильно течёт маслом теплообменник. Оба бензиновых атмосферника отправили в отставку в мае 2010 года. Рестайлинговый Audi Q7 получили только один бензомотор. Это 3.0 TFSI. И никаких турбин в нём нет. За надув отвечает приводной нагнетатель типа Eton. Этот двигатель нуждается в доработке напильником. Он с завода жрёт масло. А также из-за плохого бензина разрушается катализатор с последующим появлением задиров в цилиндрах. Его цепи приводы ГРМ ходят примерно 120 тысяч километров и гремят после запуска. А всё потому, что инженеры пожалели установить в масляные каналы обратные клапаны. Поэтому масло стекает в поддон, а также опустошает гидронатяжители. Сервисмены и владельцы устанавливали обратные клапаны самостоятельно. Ну и если менять масло в этом двигателе каждые 7,5 тысяч километров, этот двигатель сможет сносно служить. Ну а теперь про трансмиссии. В очень редких случаях Audi Q7 оснащается шестиступенчатой МКПП. Такой вариант возможен с двигателем объёмом 3,6. С этой трансмиссией ничего плохого не случается, а вот двухмассовый маховик может опустошить ваш кошелёк на 1300 долларов. А вот двухпедальный Audi Q7 оснащались шести и восьмиступенчатыми АКПП. Все они одинаково надёжные и достойные. Но следует посматривать за патрубками, по которым АТФ добирается до радиатора. Дело в том, что под воздействием реагентов влаги и грязи появляется коррозия, и через отверстия либо трещины вся АТФ может вытечь наружу. В этих трансмиссиях надо менять АТФ каждые 60 тысяч километров. Можно использовать не оригинальную АТФ от Mobil, а поддон и фильтр надо использовать оригинальную. С двигателем 3,6 FSI устанавливали автомат ZF6HP21. У нас, кстати, есть подробнейший обзор на канале этой трансмиссии, где описаны все нюансы по её эксплуатации и что из расходников помимо фильтра в ней надо менять. До рестайлинговые V6 и бензиновые V8 работали в паре с трансмиссией с большим запасом прочности. И эта трансмиссия Aisin TR60SN у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Мы рассказали обо всех нюансах, включая намокающий маслом жгут проводов и о её обслуживании. Обязательно посмотрите. Обновлённые Audi Q7 первого поколения перешли на восьмиступенчатый автомат Aisin и этот агрегат не растерял своей надёжности. Если вы не будете жалеть денег на АТФ и фильтр, то она без проблем пройдёт и 500 тысяч километров. Отличный агрегат. Ну а дизельный V12 работает в паре с автоматом ZF6HP32. Никаких претензий к этому автомату тоже нет, но при пробеге более 300 тысяч километров у него может рассыпаться барабан из-за того, что вылетает стопорное кольцо и пропадает передача третья, пятая и задний ход. У этого автомата наиболее остро стоит проблема с ржавением трубок, по которым АТФ идёт в радиатор. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости в «АвтоСтронге». Теперь можно купить не только отличные бу-запчасти, но и абсолютно новые. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджерах и заходите на наш сайт. Также не забудьте подписаться на наш ТикТок, там много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Все Audi Q7 полноприводные. Здесь полный привод создан на основе самоблокирующегося дифференциала Torson. Никаких проблем ни с раздаткой, ни с редуктором не возникает, но обновлять в них масло надо каждые 90 тысяч километров. Если при езде с полностью вывернутыми колесами ощущаются рывки, то значит передний редуктор нуждается в замене масла. И эта же проблема может быть из-за того, что в раздатке растягивается цепь. Так что за хорошими раздатками «Айда» в «АвтоСтронг». Некоторые Audi Q7 оснащены пневмоподвеской. Вот прям как в нашем случае. Пневмоподвеска считается надежной. Однако не будем забывать про возраст этих машин. Более 10 лет, поэтому неприятности случаются. И, кстати, меньше всего неприятностей именно по пневмостойкам. Если вы выбираете Audi Q7 с пневмоподвеской, то обязательно погоняйте ее из верхнего положения в нижнее и обратно. А также надо определить, не спускает ли пневмоподвеска ночью. То есть, если машина проседает на одно колесо, вы приходите, открываете дверь, и компрессор накачивает воздух, она подымается, значит, где-то стравливает воздух. В этом случае ищут утечки по клапанам остаточного давления. Это штуцеры, по которым баллоны подключены к трубкам компрессора. Утечки ищут с помощью мыльного раствора. Воздух может убегать как по самим штуцерам, так и по уплотнительным кольцам вверху на фланце баллона. Оригинальные клапаны стоят по 150 долларов. Если владельцу жалко такой суммы, то вход идут заменители. Также разнообразные сантехнические фитинги без клапанов и даже фум-лента. Уплотнительные кольца стоят по 7 долларов. Их срок службы уменьшают окислы, которые находятся под ними. Их надо удалять. В положении кузова над каждым из четырех колес отслеживают датчики. Слабое место – это шарниры их тяг. Они закисают от грязи, тяга теряет подвижность и все может закончиться поломкой тяги. Чтобы этого избежать, надо чистить тяги и смазывать шарниры. Оригинальные тяги продаются только вместе с датчиком, поэтому 350 долларов никто не спешит отдавать. Сюда идеально подходят тяги от датчиков дорожного просвета автомобилей BMW. Компрессор пневмоподвески находится справа на правом пороге. Вот здесь он находится, здесь его крепление. Служит примерно 100 000 км. Об его износе говорит медленная накачка баллонов, то есть медленное нагнетание давления до 16 бар. Этот параметр можно увидеть в диагностическом ПО. Так вот, ремкомплект оригинальный стоит 420 долларов, а китайский вдвое дешевле. В ремкомплект входит осушитель, который адсорбирует влагу от воздуха. Если в систему попал влажный воздух, то зимой происходит обморожение клапанов на пневмостойках и клапанов компрессора. Пневмоподвеска может огорчать ошибками по клапанному блоку. Он находится здесь же. После этого пропадает возможность изменять дорожный просвет автомобиля. Эта проблема может исчезать после перезапуска двигателя. Обычно это происходит из-за износа уплотнений редукционного клапана. Так вот, после замены уплотнений, а это два уплотнительных кольца с силиконовой смазкой, эта проблема исчезает. А сам вот этот блок, который находится здесь, обычно никаких проблем не вызывает. Кстати, в рассказе про Volkswagen Touareg мы упоминали про управляющий реле пневмокомпрессора, который от старости может залипнуть. Компрессор будет работать без перебоя, пока не перегреется. Подвеска Audi Q7 сделана на совесть. Первые замены в ней приходилось делать при пробеге в 100-150 тысяч километров. Поворотный кулак поворачивается на двухшаровых. Рычаги стоят 1 900 долларов, второй – 500 долларов. Это самое дорогое. Все сайлентблоки, кстати, по оригиналу продаются отдельно. Передние ступичные подшипники отделены от ступиц и служат очень долго. При больших пробегах придется обновить четыре сайлентблока переднего подрамника. Вот два из них, два под защитой. Каждый обойдется в 80 долларов. Работа с подрамником хлопотная, поэтому лучше эти сайлентблоки менять превентивно, то есть когда снимается мотор. Рычаги задней подвески дешевле. Самый дорогой – это вот этот нижний рычаг – 450 долларов. Остальные рычаги в два-три раза дешевле. Неоригинальные сайлентблоки доступны для всех. В оригинале доступен лишь вот этот нижний сайлентблок кулака. Ну что, Audi Q7 первого поколения можно считать одним из самых надежных немецких кроссоверов второй половины 2000-х годов. Да, машина сложная, машина недешевая и недешевая в обслуживании. А восстановление вот таких вот убитых экземпляров будет стоить дорого. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, нажмите лайк и напишите комментарий. Также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».